Свет и воздух. Так называется выставка русской художницы Валентины Дефине Кристи. Ее работы есть в коллекциях крупнейших музеев мира. И вот теперь их можно увидеть в Государственном художественном музее Алтайского края. Валентина Дефине Кристи прожила долгую жизнь, 92 года. На ее почти веку было всякое. Гремели войны, менялась власть, мир сотрясали катаклизмы. А она видела его сквозь свою особую призму. Ее картины отличаются удивительным, вы знаете, мироощущением, таким возвышенным. Наверное, импрессионизм более другой живописной системы, сродни музыке или сродни поэзии. Вот здесь хочется говорить стихами, здесь хочется, чтобы звучала музыка, потому что она буквально звучит с этих холстов. Еще в юности Валентина Михайловна вместе с мужем-французом заболела импрессионизмом. Ему пророчили великое будущее, но он рано умер. И Валентина стала как будто писать за двоих. Русский импрессионизм вообще явление уникальное. Он ярко заявил о себе на рубеже 19-20 веков, но быстро сдался перед напором вангардизма. Дефина Кристи до конца жизни так и не изменила ни любимому человеку, ни искусству. Отголоски импрессионизма жили в творчестве практически многих русских художников на протяжении всего 20 века. Но вот так последовательно заниматься импрессионизмом и видеть мир, как видит его импрессионизм, как устроен глаз художника импрессионизма, мог далеко не каждый. Вот Валентина Михайловна была тем художником. Она смогла остаться собой даже в 70-х годах, когда советские художники массово писали портреты человека труда, рабочих за станками и на производстве. Ее портреты удивительные. Здесь мы как раз уже не видим этого мерцания цвета. Художница как бы выделяет своего героя. Она показывает нам этого героя. Она заостряет наше внимание на его облике, на его образе и прежде всего на его лице. Очень интересная такая экспрессивная лепка лица. Полотна художницы есть во всех крупных музеях России. Чтобы с ее творчеством познакомились в разных уголках страны, был создан фонд имени Дефине Кристи, который организовал передвижную выставку. Барнаул стал 44-м городом на ее дорожной карте. Кураторы рассказывают, что даже распаковывать эти работы было огромным удовольствием. Буквально каждую работу, которую вынимали из упаковки, мы встречали с большим восторгом и отшивлением. И я думаю, что зритель, который придет на выставки в музей, он тоже воспримет ее именно так. Кстати, одна из картин Дефиной Кристи уже несколько лет хранится в фондах художественного музея. Отыскать ее на выставке будет довольно просто. Посетители выставки работ Дефиной Кристи должны быть готовы к определенной душевной работе, потому что конкретных сюжетов вы здесь не увидите. Например, вот эта картина называется «Деревня». А вот эта на даче. Но зато вы точно почувствуете атмосферу и всплеск ярких эмоций. Те самые воздух и свет, которые были характерны для творчества Валентины Дефиной Кристи. Нам посоветовали сначала подойти поближе к картине, чтобы увидеть разнообразие мазков и вот это живописное Марьева. И лишь затем сделать несколько шагов назад, чтобы оценить масштаб русского импрессионизма. Вера Климанова, Евгений Фирсов, Вести Алтай.